Друзья, всем привет! Каждую субботу и воскресенье мы уже с устраиваем такие своего рода микровылазки, микропутешествия. В прошлый раз мы ходили в музей минералогии имени Фердсмана. До этого мы гоняли на выставку камней РусАрт. Сегодня мы решили сгонять у нас в Ленинском городском округе. Есть такой парк, Расторгуевский парк. Вот сегодня мы решили сгонять в Расторгуевский парк. Мы здесь стыдно, живем два года в Видном, не были ни разу. Посмотрим, что в этом парке. Этот раз мы решили с собой взять нашего маленького друга, Скуби. Нашего маленького друга Скуби-ду. Посмотрим, здесь на плакате нарисованы инфраструктурные объекты. И мы сейчас посмотрим, куда мы пойдем в первую очередь. Скуби у нас сегодня познакомится с белкой, ежом и уткой. Скубу как раз не хватает таких друзей и товарищей. Он собака маленькая и, собственно, любит, когда у нее маленькие друзья. Кстати, недавно мы гуляли и Скуб познакомился с... Женщина гуляла... С кем гуляла женщина? С сурком или как это? С пушистой хвостом. Так, друзья, пушистый хвост. Не писец, не этот... Хорек. Вот, с хорьком. Поэтому у Скубы есть друг-хорек. Слушайте, а что могу сказать, исходя из первых впечатлений? Вот совсем недавно мы, получается, были в парке Горково. До этого, собственно, мы были в парке Сокольники. Там проходила Росарт-выставка. И вот сейчас идем в Расторговевском парке. В Екатериноцком парке тоже были. В Екатериноцком парке были недавно. И мы сейчас идем по Расторговевскому парку. И знаете, что я могу сказать? Я могу сказать только одно. Красиво, чисто, облагорожено, ухожено, адекватно. Ничем не хуже, там, я не знаю, любого другого парка, из которого я вам назвал, который я вам назвал. Ухоженные дорожки, красиво. Сейчас мы идем, например, к лодочной станции. Я говорю, мы здесь первый раз. Стыдно, но вот первый раз. И посмотрим, что там за лодочная станция. Площадки здесь для занятий спортом. Ребята на брусьях, кто качается, кто отжимается, кто подтягивается. Лавочки, красиво. Сейчас посмотрим, что у нас там за лодочная станция есть. Так, ну вот мы подходим, собственно, к пруду. И вон там, кстати, ребята катаются на скейтах. Потом, что у нас здесь? Вот у нас есть пруд. Там нужно будет посмотреть, что там такое лавочки. Сейчас, короче, посмотрим. Пройдемся вдоль. Здесь где-то должна быть лодочная станция. Ее очень хочу найти. Так, ну вот мы, собственно, нашли уток. Нашли пруд. Скуп здесь гоняет. Вот я вижу там лодка. Красиво. Очень красиво. Красивое тепло, кстати. Вот. Сейчас мы, я думаю, посмотрим. Прогуляемся вдоль. По кругу. Если у нас получится с этой стороны, не знаю как, но с той стороны точно. И, собственно, посмотрим, может быть, возьмем лодку и попробуем покататься, если у нас получится. Скуп у нас первый раз увидел пони. Вот такая вот движуха. Ребята гоняют на пони. Одни ребята гоняют на скейтах, другие ребята гоняют на пони. Все здорово. Продолжаем дальше. О, кстати, смотрите, куда утки далеко заходят. Скупин, смотри, твои кореша. Скуп. Вот. Здесь... Что там? Ёж? Кто там еще был? Ёж, белка. Ёж, белка. И утка? И утка. И утка. Скуп, утку нашли. Пойдем дальше. Так, мы решили здесь обойти по дороге, чтобы не вот там ходить, а здесь. По дороге и, собственно, сейчас другой вход. Другой вход в парк. Вот здесь, пожалуйста, кстати, даже спокойненько рыбку ловят. Все прекрасно. Так, продолжаем изучать расторговый ски-парк. Так, ну пока лодки мы здесь не нашли. На лодках никого пока не видели. Но зато вот такой замечательный мостик. Так, сейчас мы будем по нему проходить и смотреть, что у нас здесь дальше. А дальше, мне кажется, здесь парк заканчивается, я так понимаю. Да, на этом мостике парк заканчивается. Там, наверное, начинается дальше частный сектор. Поэтому мы идем обратно и сейчас мы что-нибудь здесь интересное донайдем. Так, ну, чтобы намотать свои положенные 10 км, мы решили его обойти полностью вот так вот по кругу и вернуться туда, где лодочная станция, на которой как раз нет лодок. Я так понимаю, то, что она, походу, или не функционирует, или... Ну, короче, лодок там нету. Я, конечно, немножко подрастроился, но ничего страшного. Сейчас мы полностью обходим его по кругу и снова вернемся к центру. Туда посмотрим, что там есть интересного. Смотрите, на какую штуку мы наткнулись. Так, парк Расторгуйский. Пройди опрос и получи подарок. Путеводитель по Подмосковью. Давайте попробуем пройти опрос. Так, ну что, вот мы с вами начали проходить опрос. Мы рады видеть вас в парке. Вы можете помочь сделать парк еще лучше, ответив на два опроса. Да без проблем. Начать. Так, вам понравился парк? Ну, да, хороший парк. Что бы вы хотели изменить или добавить? Давайте напишем добавить лодки. Лолки, добавить лодки, потому что на лодку очень хочется поплавить. Нет, может, конечно, их откроют скоро, не знаю, но пока их нету. Так, сегодня у нас получается четвертое, 0406-22. Поехали дальше. Так, ну, ну, что, что? Готово. Так, что у нас здесь? У нас немножечко... Давайте. Ну, все, закрыть. Готово. Так, ага, все, немножко лагал, но ничего страшного. Отправить. Так, спасибо, данные успешно отправлены. Тра-та-та. Путеводитель. Как поехать с детьми в Подмосковье? Скачать чат общего совета. Традо быть в курсе. Давайте скачать путеводитель. Наш подарок. Так, файл не обнаружен. Возможно, причина ошибки, узнав указанный неверный URL или файл не существует. Вот тебе и пожалуйста. Да, как бы это вот второй минус. Нет лодок и нет обещанного подарка. Ладно, давайте попробуем еще раз. Тоже никак, да? Тоже никак. Ну-ка, давайте в чат Телеграм сейчас провалимся. Может быть там этот путеводитель. Так, правила для комфортного общения. Что тут в закрепе? В закрепе ничего хорошего нету. Ну, как ничего хорошего? В путеводителе нет в закрепе. Так, ну что, вот с этим подарком, с путеводителем получился маленький факап. Подарка там никакого нет. Вот, поэтому нет лодок, нет подарка. Ну, что такое? Одни расстройства. Ладно, сильно не будем расстраиваться. Идем дальше, посмотрим, может быть, что нас ждет там ближе к центру. Так, сделали небольшой привал. Нам нужно, что нам нужно? Нам нужно покормить скобиду. Нашего маленького пражского крысарика. Он весит полтора килограмма. Чешский ратлик. Это второе название, которое несет его порода. Мы его обычно в такие 10-километровые забеги берем с собой. Он вполне приспособлен и вполне справляется для таких больших забегов. Единственный момент, нужно делать небольшие привалы и кормить его. Кормить его, вот как сейчас, он подзаправится, посидит немножко на руках и, собственно, готов дальше продолжать движение. Поэтому у нас небольшой привал. Смотрите, вот такое великолепное деревянное сердце. Точнее, досок, выполненное из дерева. Вот такая вот здесь есть талия, где можно посидеть. Так, снова наш вот этот QR-код на QR-код. В следующий раз не ведитесь, никакого подарка там нет. Так, ну что, мы идем, снова вернулись к вот этому вот шатеру или сцены. Что это такое, пока не определил там. Но там пока не открыто, не открыли, не знаю. Посмотрим дальше. Вот, пожалуйста, что у нас здесь написано. У нас здесь написано любовь. Видите, лю-бовь. Любовь это прекрасно. И вон Скубян там нашел, нашел, что делать. Смотрите, вот как здесь с детьми. Приходят с детьми, собак ночью здорово. Вот тут, смотрите, такие канаты. Там как интересно все. Так, ну что, мы погуляли в Расторгуевском парке. Идем дальше. Он небольшой, но ухоженный, очень красивый, ухоженный. Я не знаю, белку мы не нашли. Нашли уток. Белку, к сожалению, не нашли. Не знаю, может быть, в следующий раз. Короче, место нам очень понравилось. Единственный момент, мы когда вышли, здесь вот есть частная территория. Ну, то есть здесь можно спарковать. Вот, и аккуратнее велосипедисты, потому что дорожки узкие. Велосипедист чуть ли там не врезался сейчас в людей, которые с коляской шли. Вот. Поэтому с этим нужно быть аккуратнее. Ну, мы сейчас, короче, пойдем изучать эту локацию здесь, Расторгуевскую. Здесь очень здорово, замечательно. Поэтому, если у вас будет время, обязательно приезжайте в этот парк и гуляйте. Все. Поэтому вот у нас сегодня такой короткий получился выпуск. Так, ну вот здесь мы возле Расторгуевского парка вышли. Сейчас гуляем. И здесь у нас есть вот такие вот прикрасы. Очень здорово здесь. Расторгуевского парка вышли.